Опа-ча! И я уже около Житнего рынка. За моей спиной, собственно, этот Житний рынок. Но почему он? Почему я сюда приехал? Почему я решил именно Житний рынок снять? Все просто. Все максимально просто. Несмотря на то, что в Киеве сотни рынков, но на минуточку я подглядывать буду с вашего разрешения, Житний рынок один из самых старейших рынков 1890-й год. Был известен еще со времен Киевской Руси. Киевский располагался вблизи ремесленных районов Кожемяки и Гончаров. Ну, такое дело. Об огромном значении Житнего рынка говорит тот факт, что начиная еще с 15 века он был главным торговым центром города. Во времена Киевской Руси здесь проходили многолюдные вечи, устраивались народные гуляния с карнавальным восхождением на гору Щековица. Думаю, все слышали название такое интересное. Рынок был растянут по всему кварталу, и его эпицентр на самом деле находился на нынешнем месте автостанции Подол. Автостанция Подол, если вам видно, вот она за вот этой стоянкой, за этой заправкой. Вон вдалеке, посмотрите. Видите, синяя вывеска, которой уже 100 лет. Автостанция Подол, Подил, автостанция Подил. Дважды в год проводились огромные ярмарки, куда съезжались не только киевские торговцы. На первом этаже продукты, на втором этаже там всякие шмотки, вещи и тому подобное, что мы с вами и посмотрим. Погнали? Погнали. Небольшая вставочка. Только что пообщался с бабушкой, которая живет, которая коренная киевлянка, которая живет тут уже очень-очень давно. И помнит еще времена, которые, я думаю, никто из вас и из нас точно не помнит. Добрый день. А вы не знаете, житний рынок, вы покупаете там что-то? Чи там дорого? Нет, нормально, но... Нормально? Да. Там, понимаете, есть, которые привозят... Ага. Перекупы? Нет, не перекупы, а которые привозят из деревни. А, свое, свое. Так немножко дешевле. Почему? Потому что они торопятся на электричку, так туда... Быстро продать и уехать? Да, да. А вот эти, которые сидят, у них дорого. Понял. То есть нужно ходить, спрашивать, а лучше ехать утром? Ну, мы их знаем. А, понял. Потому что они пользуются и знаем, понимаете. Понял, понял. И даже некоторые уступают. Потому что я думал, что, ну, как-то житний, это типа Бессарабки. Нет, типа Бессарабки. Типа для туристов. Лукьяновка вот. А, понял. А житний, он всегда был не очень дорогой. Я посмотрел, он, ого-го, сколько ему лет. Да, я вообще киевлянка. Вот здесь жила за этим. И на жительном рынке здесь даже продавала сама. Пять-шесть лет мне было. Я носила кому холодной воды. И стаканчик, там, копейка или две копейки было. Да. Потому что я посмотрел, 1890 год уже. Я, а я 35-го года, представляете. Во время войны тут была. Это не желательно. Тут за углом. Ну, он был как-то, я не могу понять, то ли больше. На месте, на месте автостанции что-то какая-то корпус был. Было, они приезжали на лошадях, понимаете, на этот... Продавцы. Да. Ну, эти, как они, повозка, повозка и это. И там останавливались, а здесь продавали. Вот. И там еще было для евреев, они не кушают кошерное что-то, понимаете. Так, для них они покупали кури, а они им резали. Ага. Ну, кровь там, ну, что сказать. А сейчас часто ходите, там, ну, что-то покупать? Да, хожу, хожу. Ну, то есть, если какие-то овощи, продукты, то не супермаркет, а рынок? Да, вот творог. Я, например, потому что супермаркет, это же безобразие, а не творог. И цены очень большие. А тут ниже, да? Ну, в принципе, так... Нет, оно не ниже, но качество, понимаете. Вот, а там качество плохое. И сейчас очень сыры твердые плохие стали. Были хорошие, стали плохие. Я не знаю, как они их делают. Ну, химия какая-то. Да, но они стали ужасные. Покупаешь иногда, нападаешь, чтобы... Они же по зубам прыгают, и все. Понимаешь? Резина? Да, да, да. Понял. Спасибо, здоровья вам, все, удачи, спасибо. Посмотрим цены. По ее словам, по ее словам, цены, ну, не такие, как на Бессарабке, потому что у меня было впечатление, что, ну, на самом деле цена огромная. Так, и сходу, сходу, что мы тут видим? Что мы видим? Мы видим вот такие вот визерунки, можно, да, так сказать. Черное море, Констанция, Варна, Одесса, Херсон, Запорожье, Днепропетровск, еще даже на русском языке. Вот эти треугольнички, которые на фасаде, да, вот, вот эти вот треугольнички. Это, не знаю, символ, не символ, это каштаны. Киевские каштаны так обозначаются. С этой стороны тоже, видите, такие барельефы. Здание, конечно же, выглядит, ну, весьма плачевно, весьма выглядит плачевно. Я сейчас это здание обойду с правой стороны. Меня заинтересовал там интересная кафешка, интересный автобус. Загляну туда на минуточку, а потом бегом сразу в этот рынок. Я не буду, он огромный, просто нереально огромный. Я не буду абсолютно у каждого продавца спрашивать цены. Я думаю, что плюс-минус цены там, ну, плюс-минус, одинаковые. То есть мы пройдемся, посмотрим ассортимент, посмотрим настроение, посмотрим людей, посмотрим атмосферу, посмотрим, какие цены сравнимых с обычными ярмарковскими, которые проходят в каждом районе города. Друзья, ну, а от вас, если вы хотите поддержать меня, хотите поддержать развитие канала, то вподобай-ка, палец вверх, коммент. Коммент абсолютно любой, просто, просто коммент, просто, просто какую-то фразу, какой-то интересный факт, может быть, сравнение цен в вашем городе. И подписка, потому что я удивлен, если вы смотрите это видео, но до сих пор не подписались. Это странно. Так, вот такой вот кафе-автобус у нас перед входом. Это, наверное, для тех людей, которые уже задолбались ходить по рынку и хотят отдохнуть. Двухэтажный. На первом этаже такая кавьярня, кофейня. И на втором этаже сидячие стульчики и места. Вот такой вот классный, красавец автобус, кафе. В целях туристического, наверное, вот такого вот развития его соорудили. Классно, классно. Выглядит просто атмосферно. Не просто, а реально атмосферно. Потому что, выбирая между обычной кафешкой, выбирая между кафешкой и таким автобусом, я думаю, что вы понимаете, где, куда я бы упал. Так, давайте посмотрим, что у нас, что нам тут предлагают. Я, кстати, отсюда, от автобуса зашел сразу на второй этаж. На втором этаже, видите, вот у нас очень много интересных вещей. И раз я уже сюда поднялся, давайте посмотрим, окинем взглядом рынок. Есть много пустых мест, но сейчас будний день. Сейчас середина марта. И я думаю, что на выходных тут забито все. Будний день процентов, я бы, наверное, сказал, сейчас занято 60, где-то 65 процентов. Есть овощи, есть фрукты, есть капусточка, есть мясо, я вижу вдалеке, колбаски всякие. Сейчас спустимся и поинтересуемся. Вон там даже, видите, вывеска корова, этой вывески, наверное, тоже столько же лет, сколько и мне. Поинтересуемся, спросим. Так, а на втором этаже, на втором этаже мы посмотрим, что у нас, в принципе, продают. А продают у нас все то, что, по сути, можно найти в эпицентре. Трубы, какие-то души, какие-то скотчи. То есть, если вы делаете ремонт и живете на Подоле, то, понятное дело, тут рядышком никаких эпицентров нет. Так, спросил лампочку, лампочек нет. Замки, вот посмотрите, даже замки. Цена 300 грим, такие он бомбардный. Самый дорогой 300, самый дорогой 500 грим. Ну, такой вот замок, такой даже влагозащитный. Этот рынок мне напоминает юность. Вот почему-то я скоро на юность заскочу, посмотрю, сравню тоже там цены. И если вы хотите тоже это увидеть, то обязательно подпишитесь, чтобы это все дело не пропустить. Снимали какие-то, видимо, торжества. У кого-то день рождения. Звана. Звана вечеря. Даже не снимали, а начинают снимать. Интересное место выбрали. Вот, да, вот, видите, вот эта вся площадь будет Звана вечеря. Интересно, у вас тут съемки происходят часто. Звана вечеря написано. Да, но патентка пробует. Ничего себе, выбрал место такое. Человечий одяг, говорят, есть и всякие свадебные платья. Есть вот штанишки, да, допустим, вот мужские штанишки, 520 гривен. Не дешево, но как есть. Вообще, в одном из прошлых роликов, когда я зашел, уточнил про вышиванку, там кто-то мне в комментариях, как эта девушка сказала, да, за такие цены, да, за такие деньги, вообще, да, как так, 2800 гривен, который мне назвал продавец, это же нереальная цена, как? И вы знаете, если это ручная работа, то вышиванка не может стоить дешево, тем более, если это ручная работа. Поэтому 2800 гривен, это 60 баксов где-то, ну, как бы, это даже не Андреевский спуск, а там, я думаю, оно будет дороже. Короче, друзья, я тут цены особо не интересовался, не спрашивал. Так, спускаемся мы вниз со второго этажа на первый, чтобы насладиться ассортиментом и увидеть цены. И цены у нас, что у нас в принципе продают, вот груша, кстати. Грушу я искал, у нас на рынке груша была 70 гривен, чернослив 145, кажется, это вяленая груша. А подскажите цену груши, какая цена? Это же вяленая, да? 150. Это, ну, это вяленая, да? Очень вкусно, попробуйте. Ой, не-не, я знаю, я же ее для узвара часто покупаю. 150. А это чернослив? Чернослив 200 гривен. 200 гривен, понял. Ага, 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 так, понял. А это что, это другая какая-то груша? Это другая, это другая, это другая, да. Это дороже, да, она сухая, любая 150. Так, понял, что тут у нас еще есть. 150 ровно в два раза дороже, чем на рынке, который проводится в каждом районе. Что у нас следующее? Есть яблочки по 15 гривен, ну, я не знаю, целые, вроде целые. Нормальная цена, потому что на рынке было 28, 30, даже 35. А вякутина картофля у вас? 30 гривен картошка. Тоже вы спрашивали у кого какие изыски, да, кто-то хочет, чтобы показывали картошку, кто-то хочет мясо. Ну, основное то, что это мясо, картошка, сало, там, я не знаю, помидоры и все. То есть по этим ценам, в принципе, можно сравнить. Так, апельсин у нас 70 гривен. Добрый день. Груша у нас 80 гривен. Яблоко 45. А черри в якутину? Черри 150. Не-не, я запыта в тину. Так. 140 килограмм. А груша? Так, орех 130. 130 большой и 60 обычный. 60 обычный. Понял. Так, а морковка? 25. 25. Морковка. Ничего себе, у вас мед, резнотравья. Это 3 литра, да? А сколько? 500 гривен. 3 литра. Ага. Резнотравья. А это гречаный. Тут, наверное... Это 300 гривен. Тут литра полтора, да? Литровый. Понял, понял. А это что такое? Не для меня. Для здоровья, да? А, понял, понял. Да, я вижу, да, яблоки, да, у вас красивые. Красивые яблоки. А что это за картошка? Вот я не первый раз вижу маленькую картошку, ее же чистить задолбишься. Ну, молодая, да, это и чистить. А, ее не надо чистить. Молодая, да, сварил со скреб и все, да? Спасибо. Да, если, кстати, молодая картошка, то ее вообще не надо чистить, в принципе. Просто взял с этой, наждаком, стер и все. Так, дальше. Кешью. Здравствуйте. Добрый день. А кешью в какую цену? 50 гривен. Что, сто еще раз? 50? 500 гривен. А, 500 гривен. Попробуй, пожалуйста. Одну можно мне. Это не жареный, да? Не жареный. Не жареный, не жареный, да. Ммм, 500 гривен. Угу. Это крупный кадр. Ну, понятно. Так, а фисташки в какую цену? 600 гривен. 600 гривен. 600 гривен, 600 гривен. Угу, угу. Так, понял, спасибо. Сейчас проведу, спасибо. Так, батат. Вот, кстати, многие говорят, что батат довольно вкусный. Это как картошка, ну, такая полусладкая. Редиска 140 гривен килограмм. Помидорчик, извините, чавкаю, где мы кешью. Помидорчик розовый 130 гривен килограмм. Айсберг. Тоже неплохая такая капусточка 80 гривен. Имбирь 250 гривен. Добрый день. Редиска пучок 50 гривен. Так. Ого, у вас уже клубника. Сколько гривен 200? 300 килограмм. О, почти угадал. Но она такая с кулак. Ну, да, первый сорт. Понял. А откуда это? С Греции? Да. Сейчас, наверное, всю с Греции. Пуша тоже спрашивал. Везут в Грецию. Сейчас с Греции идет хорошее. Да, там уже лето, можно сказать. В Греции такая была, так сильно портится как-то. Гнилая идет. Еще не успеют довезти, да? А вот греческая хорошее. Угу, угу. Так. Черри 140. Редиска 140. Батат 120. А батат это типа как, ну что это? Дикая картошка. Картошка, но она сладкая, да, говорят? Ни разу не... Наверное, да. Жив и здоров. Понял. Дикая картошка. Понял, понял. Так, журавлына с 200. И черная редька 50. Что у нас есть? Добрый день. Добрый день. Что это такое? Да я клубнику смотрел. Сколько? Гривен 300, да, у вас? Нет, это 400 гривен. 400 гривен. Это Греция, наверное, да, тоже? Понял. 400. Она здоровая такая, с кулак прям. Красота. Красивая. А вы снимаете? Это я для себя. А вы знаете, что на рынке снимать нельзя? Нельзя? Людей нельзя? Чтобы я вас охранить стала. Как хотите. Я ж не для вас, а для себя. Я ж не в коммерческих целях. А куда я знаю, куда вы покупаете? Ну, потом куда-то буду. Так, что у нас еще? Цветная капуста есть. Так, филе. Филе. Нерко 1300 у нас. Лосось 1100. Лосось стейк 950. Себас. Греция 450. Дорада 650. Ну, дорада здоровая. Это грамм 600, наверное. Дорада 650. Тунец 900. А красная икра в какую цену? Красная икра в какую цену? Червона. Червона икра. Червона икра в 1000 гривен 100 грамм. 1000 гривен 100 грамм. Дякую. Посмотрим мясные готовые какие-то вкусности. Мясные, мясные, мясные. А сало в какую цену у вас? Цена 200. 200 сала. Так. Добрый день. Сало сколько у вас? Цена ризна. Ей дешевше, ей дорожче. 300, 350. Ну, верхнее, верхнее. Ну, такие по 350. 350. Ага, ага. Так, 280. У вас, две по 50, 50. Угу, угу. Ребрышка по 200. Ребро 200. Спасибо. Мясо. Вот ребра. Меня всегда интересуют ребра. Добрый день. А ребра в Айкутину? 500 стейк. 500 стейк. Ой, да, я не туда посырял. А язык? 600 гривен. 600 гривен язык. А ребра в какую цену? 500 гривен. 200 гривен. Шикарно. Свежий, свежий. Ага, понял. Я так в уме вспоминаю. За сколько я в прошлый раз покупал. Спасибо, спасибо. Курица у нас. Добрый день. Добрый день. Так, а филе в якутина у вас? 140 гривен. 140, о, вижу. А я смотрю, везде есть, а тут нема. 149. Так. Гомилка 79, крыло 69. Ага. Стегно 129. Сердце коринное 100. Шия 55. Ну у вас цены такие, я смотрю, нормальные. Я думал, знаете, тут как на Бессарабке. Фабрично. Понял. Филе индика 240. Крыло индика 75. Шия 99. Ножки, ну ножки, наверное, уже не индика, а свиные 35. Так, давайте еще пройдем вон туда до конца и сравним цену на какое-то мясо и какое-то сало. Добрый день. А цей ребра в якутина? 200 гривен. Так, а рулька ця? 80 гривен. 80 гривен. Видите, есть вот такое, что, фарсионная львовка, шейка, фиенна. Есть вот такое, что будет типа одно мясо. То есть если тебе я красивенько сделаю, будет бомба-ракета. Ага. А это на сколько потягнет? Ну десь кило. Добавайте, я просто вам дюйму. Да. А. Кило 690 на 8, это будет на 135. 135. Да. А ця будет, наверное, чуть-чуть дольше. Ну там невелика разница. Грубавра, это все самое. Да, 635. Ну, прям точь-точь. 130 гривен, выбирайте любую. Ну давайте. Да я не вас, я вот так, можно? Давайте себя. Спасибо. Что вам интересно? Мне интересно сало. Так. Сало и мясо. И, а мясо, а вот это что это? Хвостик. Хвостик. Так, сало сколько у нас? 200 гривен. 200. 180. Оно не подсоленное нормальное, да, обычно? Нет, оно подсоленное, свежее. Понял. Понял. Мясо 170, 160, 200, 180. Так, а это что за часть? Биточная. 200 гривен по 180. 200 гривен по 180. Это что для корреспонденции? Нет, нет, мне и для себя, и для этого, и треба, и... Я говорю вам нормальные цены. Да, я вижу. И черевка 150. Я честно скажу, тут я первый раз. И я думал, что тут знаете какие цены? Как на Бесарабке. На Северных, на Бесарабках. В Киеве, на Житньому ринку, ни разу не был. Ну, 30 лет назад, это было все по-другому. Ну, я понимаю, но и на Житньому ринку, ого, сколько лет уже. Житний ринок вообще считался. Все життя хорошим ринком. Дякую, дякую. Что много гарное, что пить черепка, мясо. Цены, как в магазине. 170. Я бы даже сказал дешевле. В магазине мясо, ну, 200. Ну, смотря, да, какой магазин. Ну, вот, сало, например, в магазине, ну, я не помню, вот, в Ашанах, вроде 220. Мне кажется, могу ошибаться. Вот, чем мне больше всего не нравятся рынки, неважно, какие, одежда, обувь, там, какие-то продуктовые, в том, что, если вы, вот, заходите, то продавцы обижаются. Продавцы обижаются тому, что ты у них что-то не купил. То есть, вот, ты, допустим, на каком-то вещевом рынке что-то выбираешь, меряешь. Ну, идеально. Ну, не подошло тебе, допустим, да. Не подходит, к примеру, там, футболка. Или не подходят, там, какие-то штаны. Все, ты, ну, перемерил, да. Ну, говоришь, окей, спасибо, до свидания. Ну, не подходит. И человек смотрит на тебя с таким... С таким видом. А в Якутии на тебя корзиночка? Такан? Да. 250. 250. То есть, ну, какой-то... Я понимаю, что им тоже хочется продать. Я понимаю, что им хочется заработать. Но рынок на то и рынок, чтобы походить, поспрашивать. Скидочка, не скидочка. То есть, все это, если правильно подходить к вопросу рынка и торговаться, все это дело ни одного часа. Поэтому, что я хочу сказать. От жительного рынка у меня остались впечатления, в принципе, положительные. Положительные в каком смысле? Я ожидал худший вид этого рынка. Худший в том плане, что он, я думал, внутри будет выглядеть так же, как снаружи. Хотя кто-то из вас может сказать, он внутри и выглядел так же, как снаружи. Я думал, я был уверен на 99%, что цены на жительном рынке плюс-минус приравниваются к Бессарабке. В одном из следующих рынков, рынков, уже заговаривать сначала. В одном из следующих видео я пройдусь по Бессарабке и засниму, если меня оттуда пинками не выгонят. Потому что, видите, тут как-то очень нехотя говорят, что можно снимать, что нельзя. Друзья указывают, но нет. Вполне адекватные плюс-минус цены на сало, цены на мясо, цены на овощи. Не сказать, что они намного ниже магазинах, но они плюс-минус такие же, как обычные цены на обычной ярмарке по обычному рынке, который проходит каждую неделю в каждом районе города Киева. Друзья, что вы думаете по поводу жительного рынка, по поводу атмосферы, по поводу его вида, по поводу его истории, по поводу того, сколько ему лет. Я считаю, конечно же, из этой локации можно было бы сделать такую канхфету, куда бы съезжались не только те, кому действительно нужно купить, а съезжался бы весь туристический потенциал Киева и Украины. Верим в будущее. И думаю, что у властей, думаю, что у руководства города, страны появится желание привести его в порядок. Не забудьте палец, не забудьте комик, не забудьте подписка. До новых встреч на худосах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok